Доброе время суток, дамы и господа! Олимпийский дневник, картина ТВ, вопросы и ответы. С вами, как всегда, Юрий Тенман. Итак, очередной день Олимпийских игр в Париже. И мы с вами попробуем разобраться, что же сегодня интереснее всего посмотреть. Прежде чем оповестить вас о программе непосредственно соревнований Олимпийских игр, я хочу сделать небольшое отступление и подсказать тем, кто начал смотреть не с первого ролика эти Олимпийские дневники, а включился прямо сейчас к Олимпиаде, как говорится, уже в процессе. И у них могут возникнуть вопросы, а где найти, собственно говоря, эти каналы. Поэтому быстро-быстро повторю. Канал ITV, который показывает Олимпийские игры из Азербайджана, находится в папке национальных каналов Картин ТВ. Там же находится и канал LTV7, который после открытия Олимпиад, уже с субботы, начинает трансляцию Олимпийских игр в полном объеме, практически 24 часа в сутки. Они будут показывать все, абсолютно баскетбол, легкую атлетику, там можно найти абсолютно все. К сожалению, комментаторы там будут на латышеском языке, но это не важно, спорт есть спорт, всегда все понятно. Так же, как и футбол идет с азербайджанскими комментаторами по каналу ITV. И я вам скажу, что комментаторы настолько потрясающие комментируют, что я предпочитаю их русским комментаторам на каналах Евроспорт. Мне кажется, там скучнее, чем здесь вот темперамент. Здорово комментирует Азербайджан. Что касаемо каналов Евроспорт, давим два раза на кнопку домик или кнопку топ-меню на пульте картины ТВ, и в синем квадрате находим Евроспорт 1, Евроспорт 2. Что касаемо тех, кто смотрит не на приставках, а смотрит непосредственно на телевидении, к сожалению, здесь сложно, потому что Евроспорт там увидеть невозможно. Итак, что касаемо соревнований непосредственно. Наконец-то мы дождались открытия Олимпийских игр. Оно состоится в Париже. И впервые будет оно не на стадионе, что, как говорится, было принято всегда, а будет непосредственно в городе. Весь город превратится в сцену, и будет наверняка интересно, празднично и красиво. Не знаю, ходят слухи, стараются это засекретить, многие опровергают. Кто-то говорит, что это правда, кто-то говорит, что нет. Но говорят, что Олимпийский огонь будет зажжен непосредственно на Эльфилевой башне. Посмотрим. Но интересно и другое, кто же зажжет Олимпийский огонь. У меня есть моя информация. Она тоже неправильная, как вы понимаете. Но есть предположение, что будет участвовать либо трое, либо четверо в зажжении огня. Причем спортсмен будет только один. Будет американский рэпер какой-то, очень известный. Я рэп-музыку не очень хорошо знаю, поэтому для меня все рэп-имена одинаковые. А что касаемо остальных, там будет француженка, по-моему, актриса. И от спортсменов, я знаю, должен быть украинский великий спортсмен. Бубка, Сергей Бубка. Олимпийский чемпион, если я правильно помню. Итак, что же мы смотрим? Церемонию открытия, естественно, смотрим. Это интересно. Это действительно здорово. Посмотрим, как будет все это дело развиваться. В 13.30 будет трансляция начинаться по московскому, если я правильно понимаю. Время и вы пристраиваете трансляции под свой регион. А что касается непосредственно спортивных соревнований. Ну, стартанул Гадбоу, женский. И он уже вовсю идет. Идут, опять же, мужчины регби 7. Это четверть финалы. А из интересных вещей можно отметить, во-первых, старт баскетбола, который состоится и сегодня, и завтра уже. И будут первые матчи. Это будет Австралия-Испания. Довольно любопытный матч. И еще более интересный. Франция, как хозяева соревнований, будут соревноваться со сборной Бразилии. В Бразилии в баскетболе не самая последняя страна. Также будут очень интересные соревнования. Уже начинается по легкой атлетике. Я так понимаю, тоже они стартуют. И вообще, сейчас после торжественного открытия Олимпиада будет набирать обороты очень быстро. И учитывая, что практически все каналы показывают Олимпийские игры в очень большом объеме, вы всегда найдете что-то интересное, чтобы посмотреть. Если будут какие-то особо интересные матчи или особенно интересные соревнования где-то в легкой атлетике, старты какие-то, то я обязательно об этом расскажу. Завтра я, наверное, не выйду в эфир, а выйду в эфир в воскресенье, потому что сегодня я, в принципе, вам о самых интересных событиях на завтра уже рассказал. Действительно, в воскресенье уже и бадминтон, будет и стрельба, и волейбол, и плавание, и стрельба из лука. Все стартует, и все это будет показано по Евроспорт, и остальным каналам, которые я сказал. Также уже стартует в воскресенье и пляжный волейбол, то есть, действительно, Олимпиада уже точно наберет полный ход. А уже в субботу, то есть, когда я не выйду к вам в эфир, будет, во-первых, скейтбординг, это мужчины-стрит, так называемая квалификация, да, будут мужчины-стрит-финалы уже, и пройдут мужчины, будет играться интереснейший матч в 19.35, его будут показывать по Евроспорт 2, это Украина-Марокко, матч, я думаю, вызовет у многих интерес, а также Германия-Швеция, Германия-Канада. Все три матча будут идти подряд. Наверное, пока все. Что-то еще, если сейчас найду, что можно отметить из особо интересного, ну, кто-то, может быть, любит велоспорт, Олимпийские игры, индивидуальные гонки будут завтра с 15 часов 15 минут по Евроспорт 1. Смотрите Олимпиаду, оставайтесь с нами, «Картина ТВ» продолжает помогать вам разобраться в спортивных соревнованиях и освещает эти соревнования. Всего доброго, до воскресенья. С вами был Юрий Тенман, «Картина ТВ. Вопросы и ответы». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!